Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня среда, 6 января. Позвольте поздравить вас с новичерием Рождества Христова, то есть с рождественским сочельником. В этот день Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Луки, глава 2, стихи с 1 по 20. По традиции отец Александр прочитает этот отрывок на церковно-славянском языке. Позвольте поздравить вас с новичками. 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 Повито, лежащие в яслях, и внезапо бысть с ангелом множеством ой небесных, хвалящих Бога и глаголющих, слава Вышне Богу и на земле мир, вот, человецы, благоволение. Повито, лежащие в яслях, и в яслях, и в яслях. Повито, лежащие в яслях, видевши же, сказавши о глаголе, глаголом им отрачатися, и всеслышавши и дивишися о глаголах от пастырей к ним, Мариам же соблюдаше вся глаголы сия, слагающе в сердце своем, и возвратишеся пастыре, славяще и хваляще Бога, о всех, я же слышаша и видиша, як уже глагола набысть к ним. Предлагаю, дорогие братья и сестры, прочитать этот евангельский отрывок в русском синодальном переводе. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверине Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариейю, обрученная ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце семь. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, подробно повествуют об обстоятельствах и времени Рождества Христова. Евангелист Лука сообщает о Рождестве Христовом в контексте переписи всех жителей Римской империи, проведенной по повелению Кесаря Августа, то есть римского императора Октавиана, который и получил от римского сената титул Августа, то есть священного. Римская политика всегда учитывала особенности обычаев побежденных народов. Иудейские же обычаи требовали, чтобы запись велась по коленам, родам и племенам, для чего каждому требовалось явиться на перепись в тот город, где некогда жил глава его рода. Так как Иосиф был из рода царя Давида, он и должен был отправиться в Вифлеем, в город, где родился Давид. Вифлеем находился в 130 километрах от Назарета. Город был переполнен, и потому Иосиф и Мария не нашли комнаты. Укрывшись в одном из хлевов, здесь-то и родился божественный младенец, положенный вместо детской колыбели в ясли, являя тем самым от дня своего рождения величайший образ смирения, давая и нам урок этой высочайшей добродетели. Пастухам, которые ночевали в поле, явился ангел Господень в свете божественной славы и сказал, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Архиепископ Аверкий Таушев замечает, здесь важно отметить слова ангела о том, что эта великая радость будет всем людям, то есть, что Мессия пришел не для одних евреев, но для всего человеческого рода. И как бы в подтверждение истинности слов, ангела явилось многочисленное воинство небесное, целый сон ангелов, воспевавших дивную хвалу новорожденному богомладенцу Мессии, слава вышник Богу и на земле мир в человеках благоволения. Ангелы славят Бога, пришедшего в мир Спасителя. Они воспевают мир, который водворится в душах людей, уверовавших во Христа. Они радуются за людей, которым возвращено Божие благоволение. Поэтому небесные духи и славят Бога, ибо на земле водворяется мир и спасение, так как люди сподобились особенного божественного благословения. Как весь мир в течение тысячелетий готовился к этому величайшему событию, когда Бог воплотился на земле и вошел в человеческую историю, так, дорогие братья и сестры, и мы должны подготовиться, чтобы самим стать духовными участниками этого события, позволив нашим сердцам стать колыбелью для родившегося Христа. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Господи! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Господи! Благослови, Душа моя Господа, благослови, 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 Продолжение следует...